Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный Вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В регионе выявили еще 161 случаи заболевания коронавирусом. Из них в Самаре 58 человек, в Тольятти 20 зараженных. В Пестравском районе 11 человек, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Еще 9 случаев коронавируса выявили в Чапаевске, 8 в Большегушицком районе, по 7 в Отрадном и Борском районе. По 6 в Похвестнево и Приволжском районе также 5 человек заболели в Красноярском районе, по 4 в Исоклинском и Челновершинском районах. По 3 в Безенчугском, Кошкинском и Сергиевском районах, по 2 в Волжском и Хворостянском районах, по 1 в Большечерниговском, Кенель-Черкасском и Нефтегорском районах. Большую часть этих пациентов, 118 человек, изначально лечили от ОРВИ и пневмонии. 25 человек заразились коронавирусом от родных и близких. Их выявили при проверке круга контактных. Еще 18 человек узнали о диагнозе после профилактического осмотра. Признаков вируса у них не было, рассказали в штабе. Получается, что за все время пандемии в регионе зафиксировали 15 458 случаев заболевания коронавирусом. Большинство пациентов выздоровело. Увы, но за сутки увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. Теперь их 259. И это только в нашем регионе. Жертвами коронавируса стали еще 4 наших земляка. Это 2 женщины с 78 и 81 года и 2 мужчин с 64 и 79 лет. У всех четверых были заболевания сердечно-сосудистой системы. В период холодов особое внимание уделяют и лечению больных пневмонии. На базе санатория Можайский продолжает работу реабилитационное отделение, где пациентам оказывают всю необходимую помощь и помогают восстановиться после тяжелой болезни. Уже с 1 ноября отделение будет готово принять более 100 пациентов. Подробности далее. Ингаляция, дыхательная гимнастика, занятия с психологом, физкультура. День пациентов реабилитационного отделения расписан буквально по минутам. Основная задача врачей – помочь людям восстановиться после пневмонии. За первую неделю работы из инфекционного отделения больницы Середавина сюда переведены уже 27 человек. Перед этим они сдали все необходимые анализы. Ведется коллегиальный отбор пациентов, то есть их осматривает терапевт, пульмонолог и инфекционист. После этого уже когда все подтвердило, что состояние пациента удовлетворительное, значит формируется команда пациентов, которых ежедневно мы направляем на реабилитацию именно в санаторий Можайский. Оснащение санатория позволяет оказать пациентам все необходимые услуги. За две недели восстановительного лечения они повторно могут пройти комплексное обследование. Сейчас вместимость составляет 46 коек, а уже с 1 ноября. При необходимости в отделении смогут принять более 100 пациентов, которые переболели пневмонией. Любые заболевания, в том числе и заболевания органов дыхания, требуют комплексной подготовки. Поэтому здесь у нас персонал, который состоит из врачей, несколько направлений. То есть это в первую очередь, конечно, это терапевты, которые наблюдают пациентов. Это инструкторы ЛФК, физиолечения. Здесь также планируется в дальнейшем кардиолог. То есть фактически мы хотим здесь продолжить, скажем так, комплексную терапию, которая будет включать не только медикаментозное лечение, но и физиолечение и остальные процедуры. Работать реабилитационное отделение будет столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Оно поможет разгрузить инфекционное отделение, которое сейчас работает в особом режиме. Александр Семенов, Павел Баймаков, Олег Гаучкин, СТВ. Дефицита медикаментов в аптеках нет и не будет. Такие выводы в ходе проверки сделали представители областного центра контроля качества лекарственных препаратов. Специалисты регулярно проверяют, как соблюдаются правила продажи лекарств и следят за ситуацией на рынке форм производства. Екатерина Алексеева продолжит. Никакого ажиотажа и очередей. Это отмечают и сами жители Самары. Елена Федотова надеется, сезонные заболевания обойдут ее стороной. Сделала прививку от гриппа. В аптеку женщина пришла за препаратами от простуды. Все из списка оказалось в наличии. Я когда приходила в аптеку, всегда все было, что мне надо. Вот что мне надо, я купила. В то же время усилен контроль продажи лекарств по рецептам, в частности антибиотиков. Жители просят не скупать все подряд. Попросила не умчтин от расстройства желудка, но его не дали. Сказали по рецепту врача. Представители областного центра качества лекарств проверяют в том числе наличие противовирусных препаратов, антибиотиков и медикаментов, которые выписывают для лечения новой коронавирусной инфекции. В перечне 10 наименований. По городу ситуация спокойная. То есть в аптеках в основном все препараты и противовирусные антибиотики имеются. Все аптеки ежедневно проводят мониторинг лекарственных препаратов, которые находятся у них в аптеке. Ежедневно они присылают сведения об этом. Ежедневно составляются отчеты и отправляются в Министерство здравоохранения. Специалисты отмечают, в случае, если какие-то препараты заканчиваются, то провизор принимает заявку. И в кратчайшие сроки медикаменты доставляют в аптеку. Если какой-то препарат вдруг очень быстро разбирают, в любом случае это буквально на следующий день доставка. У нас нет больших интервалов. Все постоянно докупается, завозится поступление товаров. То есть перебоев нет. Все необходимое, оно все имеется в наличии. Если что-то, какой-то там дорогостоящий, вдруг препарат редкий, это можно заказать, индивидуальный заказ оформить. Медики призывают при недомогании не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Неприятный запах в подъезде и квартирах. Постоянно затопленный подвал. Уже больше месяца кардинальных действий от коммунальщиков не могут добиться жители 156-го дома по улице Свободы. Проблемы решают лишь временно. Подробнее об этом расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Воду откачивают, но она набирается снова и затапливает подвальное помещение, рассказывают жители. Квартира Зои Певцовой на первом этаже. По словам женщины, находиться там порой невозможно. Зловонный запах буквально выгоняет из дома. Я на первом этаже живу, а ванища-то. Вы представляете, что такое на первом этаже? Убирайся, не убирайся. Никаких делов. Как зальют, то все. О жильцах уже никто не думает. Вообще о нас никто не думает. Лишь бы мы денежки им платили и все. А что мы как живем? Мы не нужны никому. Кладовками в подвале уже никто не пользуется. Все вещи и запасы, которые там хранились, просто испортились. Вчера вот по колено, на той неделе все время. Мы все сарай же побросали. Я уже туда вообще. Хотя и картошку не покупаем, и банки не ставим. Подвал заливают уже несколько лет подряд. И сейчас это происходит все чаще. Вызывать коммунальщиков и прочищать систему водоотведения приходится еженедельно. Обращалась я к Ротерсу, нашему ЖКХ, Кировский район. Писала в департамент. Обращалась в ВК, в нашу управляющую. Они типа писали водоканалом письмо, предписание. Ну все как бы в основном там. Приезжают, промывают. Наш дом, а нужно всю вот эту линию промыть. Прорешивать. Там все забито жирами, как они говорят. Странно, но решать проблему кардинально коммунальщики по каким-то причинам не хотят. Почему они не исполняют свои прямые обязанности, люди не понимают. Остается, говорят, одно обратиться в прокуратуру. Может хотя бы там помогут сдвинуть дело с места. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Наказание за передачу взятки, задержание нетрезвого водителя в Сызранском районе и ДТП с пострадавшими в Новокуйбышевске. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Новокуйбышевске. Авария произошла около двух часов дня, 27 октября, на улице Ворошилова. По данным ГИБДД, при повороте налево 40-летний водитель Вазовской легковушки не пропустил кроссовер, который ехал навстречу. Столкновение сбежать не удалось. В результате аварии предполагаемый виновник получил травмы. Его доставили в больницу. Лишение водительских прав и крупный штраф грозит 36-летнему жителю Сызранского района за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Вазовскую легковушку около двух часов ночи на одной из улиц поселка Варламова заметили активисты ночного патруля. Состояние водителя вызвало подозрение. Информацию передали в полицию. Позже машину попытались остановить инспекторы ДПС. Но их требования водитель проигнорировал. После непродолжительной погони его все же удалось задержать. Как показала экспертиза, мужчина был пьян. В три с половиной года условно такой приговор суд Самарского района вынес жителю областной столицы Владимиру Мясникову. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Следствием и судом установлено, что в июне этого года мужчина получил 200 тысяч рублей, которые должен был передать сотрудникам военного комиссариата за выточу военного билета без фактического прохождения военно-врачебной комиссии и службы в вооруженных силах. Портреты, фотографии и истории легендарных музыкантов. В Самаре в Центре кинематографии художественной открылась выставка, посвященная 60-летию группы Битлз. В экспозиции портреты участников группы от самарских художников, фотоколлажи, рассказывающие о жизни музыкантов, а также экспонаты, посвященные творчеству Ливерпульской четверки. Об этом подробнее расскажем далее. Загадочный и мистический Джон Леннон, задумчивый Джордж Харрисон, жизнерадостный Пол Маккартни и беспечный Ринго Стар. Такими в своих картинах музыкантов Ливерпульской четверки представила самарская художница Мария Пешкова. Уже много лет она является поклонницей их творчества. На написание вдохновила музыка, любимая миллионами. Работала в том числе и с фотографиями, я смотрела фильмы, я слушала музыку. В первую очередь музыку, конечно, слушала. Я просто очень люблю Битлз. Захотелось их снова собрать вместе. Тем более, что двоих уже в живых нет, двое еще живые. Вот как-то захотелось их собрать еще молодых, таких жизнерадостных, красивых вместе. В экспозиции представлены различные фотографии музыкантов. Они рассказывают о событиях, которые происходили в их жизни. Оглушительный успех к британским исполнителям пришел в 60-х годах прошлого века. Они начали с подражания американским рок-исполнителям. Очень скоро Битлз пришли к собственному стилю, заставив рок-н-ролл звучать по-новому. Легендарные «Желтая субмарина» и «Естодэй» буквально покорили мир. В этом году группе исполнилось ровно 60 лет. Но ее творчество актуально и сегодня. Творчество Битлз объединяет и молодежь, и старшие поколения. То есть это такое творчество вне времени. Битлз универсальны. Благодаря своей музыке эти музыканты Джон Пол Джордж и Ринга не имели и не имеют музыкального образования профессионального. Мы создали то, что исполняется до сих пор и в джазовом стиле, и классической музыкой. Выставка продлится до 15 ноября. В арт-фойе кинотеатра художественный. Вход бесплатный. Александр Семенов, Павел Баймаков, Дмитрий Лукин. СТВ. Современная проза, фантастика, научно-популярная литература и даже комиксы. В Самарской юношеской библиотеке новое поступление книг. Всего более 100 экземпляров. Из-за пандемии доступ в книжный фонд ограничен, но книги продолжают выдавать по заявкам читателей. Для этого необходимо записаться в библиотеку заранее. И если нужны конкретные издания, указать их. Со всеми новинками можно познакомиться в официальных группах библиотеки в соцсетях. Мы пытаемся следить за всякими разными событиями в кино и в сериалах. Поэтому у нас даже есть комикс по сериалу «Очень странные дела». Также фантастика, Стивен Кинг, новое поступление книг. Поступление книг у нас бывает два раза в месяц. Поэтому фонд каждый раз обновляется. И всегда можно найти что-то новое и интересное. На этом у нас все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационной. На информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.